Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о подъеме столичных производителей одежды и обуви в условиях импортозамещения. У нас в студии модельер, основатель марки одежды из экологичных материалов Ольга Бояринова, основатель компании по производству тканей Михаил Купавцев и певица Ирина Тонева. Ольга, Михаил, Ирина, добрый день. Добрый, добрый. Здравствуйте. Ольга, насколько я понимаю, вот это или что-то из этого сделано из яблок? В материале, из которого изготовлено большинство из представленных изделий, используются остатки яблок. Состав яблок доходит до 40%. Это экологичный заменитель кожи, яблочная кожа. Почему именно яблоки? Ни груши, ни персики, бананы? Это, к сожалению, именно этот материал не моя собственная инновация. Этот материал был адаптирован мною вместе с изобретателем данного материала, изобретатель яблочной кожи родом из Италии. И вместе с ним я занималась адаптацией этого материала к одежде. Ход мыслей хочу ваш понять. Ну, то есть вот как это вот пришло в голову? Помните, как это вас осенило? Обычно ведь, знаете, яблоко должно упасть на макушку. Какие-то приходят идеи. Дело в том, что в какой-то момент по работе я жила и работала во Франции. И когда я сделала свой первый показ в Париже, и было так много восторженных отзывов, но потом они говорят, ну это же искусственная кожа. Я говорю, нет, это натурально. Какой ужас. Какие продвинутые люди. Как вы можете это делать? Продвинутые. Я внимательно смотрела на международных выставках все новинки. И первая новинка, которая вышла в отношении экологичного заменителя кожи, это была именно яблочная кожа. Я познакомилась лично с ее изобретателем. Его зовут Ханес Пуарф. Он пытался решить проблему перепроизводства остатков еды. В Италии, как мы знаем, это аграрная страна, и там остается очень много и томатов, и винограда, и всего-всего-всего. И вот человек в течение 10 лет неудачных экспериментов пришел к тому, что вот только из яблок получается хорошая составляющая... Это еще из пектина? Да, для кожи, потому что они богаты пектина. Срок годности этой одежды. Знаете, это очень новый материал, поэтому мы не знаем. То есть он вышел только в 2017 году. Я уже веду эксперименты с российскими учеными именно на базе яблочного пектина для того, чтобы создавать у нас в России экологичный заменитель кожи. Ирина, как вы считаете, есть перспективы? Да, ну, конечно, надо действовать. Оль, ну вот вы что-то носили же, сколько, например, лет у вас? Вот я хочу у вас куртку приобрести. Я ношу свои изделия постоянно. Дождь, дождь, сколько вы, например, куртку уже носите лет? Куртки зимние, у нас очень теплые зимние куртки. Они еще утеплены экологичным утеплителем из переработанного пластика. Под дождем не прорастут? А прорастут, прорастут. Это тоже у них красиво. Белый наливный сменит. Ира, если вы так заинтересовались, может, вы примерите что-нибудь? Я с удовольствием. Как по размеру это подойдет? Да, мне кажется, Ира идеальна. Ира идеальная модель. Да, да, да. Видел все это. Так, одеваем. Вы, кстати, вот про экологию говорите. А как утилизируются вот эти вещи? Вот. Есть еще другая текстура. Я помню ваш вопрос. Есть у нас такие вот сумки-трансформеры. Мне нравится, что вот здесь... Извини, пожалуйста, девочка. Мне нравится, что вот здесь складки, рукав. Вот так. То есть я не видела такого раньше? А вы знаете, это элемент древнерусского костюма. Я его очень люблю. В древнерусском костюме у нас были очень длинные рукава, и они собирались вот такими складками. Я всегда несла код нашей страны. И на данный момент для того, чтобы переработать эту вещь, нужно выпороть молнию, нужно ее полностью разобрать, да. Сама по себе кожа вот эта вот яблочная перерабатывается в прекрасное покрытие для детских площадок. Я вот, кстати, куртку вот эту вот трансформер сейчас еще по-другому надену, и она станет вечерней. Но, говоря про тотальную переработку, эта мысль меня мучает постоянно. И наша марка построена не только на яблочной коже. Она, в принципе, говорит, видите, вот вы пошли на вечеринку, и у вас вот такая вот губа. Прикольно. Да. Построена, в принципе, на экологичных инновациях. И одна из инноваций, которые мы используем, это переработанный пластик. И вот такие вещи полностью можно отдать в переработку. Плащ, который сделан из переработанной плащевки, у него подкладка из переработанного пластика в виде трикотажа, пластиковые пуговицы. Он прострочен пластиковыми нитками, и там пластиковые шнурки. Его можно смять и как стаканчик сдать в переработку. И главное, здесь вот этот фактор импортозамещения, так насколько понимаю, это же все и производится. Это все производится в России, это все производится в Москве и в Московской области. То есть это и придумано нашими, и сделано. Да, и несет еще код русского национального костюма в таких вот байкерских куртках. Спасибо, Ирочка, большое.